Здравствуйте, дорогие друзья! С вами портал exeget.ru, и мы отвечаем на вопросы наших подписчиков. Как понять? Цитата из Евангелия от Луки, глава 9, стих 45. Но они не поняли, так как смысл сказанного был скрыт от них для того, чтобы они не могли понять, а расспросить Иисуса об этом побоялись. Тут такой вот тонкий момент. Надо разделить два способа познания. Один способ познания интеллектуальный, другой способ познания духовный. Интеллектуальный — это когда ты много книжек прочитал и как из энциклопедии почерпнул для себя какие-то знания. А когда ты хочешь понять какие-то божественные истины, будь они изложены каким-то языком притчи, пословицы, строчкой из священного писания или сложным богословским текстом, тебе необходимо открыть себя для духовного познания. Духовное познание происходит тогда, когда ты вступаешь в общение с Богом и через жизнь в церкви, через исповедь, причастие, соблюдение заповедей, борьбу со страстями, увеличиваешь себе присутствие вот этой силы божественной, божественной благодати. Она дает возможность духовного познания. Мы помним, что Христос перед тем, как вознестись на небо, утешал апостолов, что Он пришлет Духа Святого, Он вам все напомнит, научит вас всему. И до того, как Дух Святой сошел на апостолов, апостолы, откровенно говоря, понимали не все, что говорит Христос. Они требовали у Него дополнительного толкования притчи о сеятеле, и Господь говорит о том, как разные люди воспринимают Слово Божье. Вот как раз, если твое сердце закрыто для Бога, Слово Божье в тебя не вмещается. Он говорит о том, что Его распнут, что Он воскреснет на третий день. А апостолы говорят, ой, а в твоем царстве можно я вот справа сяду, а брат слева? Ну, то есть, я твоим первым замом буду или вторым замом? И он говорит, вообще не понимаете, о чем вы говорите. Я вам про духовное, а вы о земном думаете. Он им умножил хлеба, а они думают, ой, как бы было здорово, если бы он нам все время поесть давал. А он говорит, не заботьтесь о хлебе небесном, заботьтесь о духовном, о хлебе, который дает мой отец. И кто будет есть мое плоти и вкушать мою кровь, то в том я буду, он будет во мне, тот не умрет, я его воскрешу в последний день. Поэтому для того, чтобы понять, что сказано в Евангелии, мало просто читать со стороны, нужно жить в церкви. И Господь откроет наши духовные очи для разумения духовных смыслов, которые нам помогут идти по пути ко спасению, по пути преображения своей души вместе с Богом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...